здравствуйте дорогие мои зрители добро пожаловать на канал моника шпильд и в моей династии зоны шайн по 74 наши все стояли перед домом потому что они у нас приехали из парка из этого волшебного симмерленда опять его парком называю ребята это не парк это отель это отель я постоянно хочу парком потому что его на месте парка поставила надо будет об этом не забывать или я наш чистит ванную он будет заниматься такими делами теперь в доме чистить ну все будут чистить помогать ему но улучшать предметы будет у нас он потому что у него механика развивается и у него есть детали больше ни у кого детали нет евелинку я послала собирать урожай и полить цветочки она будет помогать маме вот как и всегда в принципе помогала что такое а мамочка заняла холодильник и велинка у нас немножечко проголодалась и я ее отправила поесть омлет вот но когда когда я и нажала на мудлет вот здесь вот на питание правда не сильно хочет кушать но все равно ладно пусть чуть поесть чем нибудь займется она почему-то решила пойти из и приготовить мороженое ребят я не знаю зачем это мороженое есть взбрело в голову в субботу днем сегодня ребятки я хочу зачем походить через маму вы посмотрите между мамой и плитой здесь между столиком вот этим как он называется кухонной тумбочка так мало места евелинки именно там нужно было пройти чтобы я не знаю показать что мама я здесь что ли не забывайте про меня или молодец у нас чинит ой чинит улучшает добавляет сама очищение чтобы у нас ванная типа не загрязнялась но посмотрим как это будет как это будет выглядеть будет ли загрязняться или нет потом можешь если чё протереть пол не забыть так придет у нас готовит что-то интересное и максимилиану я дала задание дать концерт играть концерт я не знаю почему он перестал и ну может быть он сыграл одну какую-то мелодию одну какую-то музычку и и все на этом музыка такая тревожная ребята я не знаю максимилин что ты там играешь ты меня пугаешь так бриджит у нас печет а она печет фруктовый пирог ребята вот будет что-то вкусненькое интересненькое так авелинка да и дает я думала надоело уже хотела и задание дать пообщаться хотя можешь и сейчас пообщаться раскачать ой рассказать исторический анекдот поднять настроение я не знаю давайте поднимем настроение жаловаться на актера почему что за что за значок вот этот совре подождите жаловаться на актера чё за значок такой интересный что я не помню такой значок в немецкой версии так искренний комплимент признаюсь любимым жанром фильмы для всей семьи может быть у него такой такая черта характера а ребят классный пирог кстати мне очень нравится по виду ваш на хлеб вкраплениями фруктов каких-то сушеных так давайте посмотрим у эвелинки она одиночка неряха и негодяйка этот ли был для нее выбран генератором наверное да я не помню уже нет дней до взросления ей и регинки осталось по 5 поэтому нам нужно ребятки заняться регинкой вот пока она у нас не стала подростком и устроить ей детское веселое детство чтобы она тут не сидела постоянно за компом не писала свои летсплеи хотя бы выходила из дома на некоторое время вот потому что постоянно писать летсплеи мама ей не разрешает она говорит что не нужно девочке маленькой сидеть постоянно за компом максимилин уставился на фамильный герб тут и сидит ну и типа общайся тогда с дочерью и женой я не знаю ты кстати у нас а он у нас устал у нас старичок ребят поэтому ему сложно сейчас и ему хочется наверное постоянно прилечь поспать отдохнуть на максимилин помните о молодым время как быстро летит офигеть зачем ты дремать то давай спи уж нормально зачем тебе дремать не понимаю так долго или улучшает ванную офигеть ты уже сколько пять минут улучшаешь ванную просто элементарно это очень долго так давайте бриджит пойдет к регинке и скажет ей что думала это смерть пошла в черном и скажете дачуле ты че сидишь дома иди погулять с друзьями сходи с ними в парк какой-нибудь пообщайся чего-нибудь расскажите друг другу поиграйте где-нибудь там на аттракционе говорит сходите вот тебе денежка скажет мама достиг карманных денег немножко чтобы она покаталась на аттракционах и отправить регинку погулять и сейчас мы надеюсь встретим всех всех детей которые у нас в городе еще есть кто-то у нас пожертвование сделал по ходу эвелинка нет я не знаю максимилиан спит он вне подозрений поэтому это либо эвелинка либо не или значит это эвелинка была ладно пусть эвелинка занимается чем хочет пока сегодня не ее не ее день сегодня у нас день для для регинки весь даже 10 заморозить но мы замораживать нашего маленького миленького солнечного зайчика не будем которая носит предложить посмотреть носит такой прикольную прикольный брелочек виде инопланетянина зайчика инопланетянина так прикольно выглядит регинки с рисками очень хорошо вот без ресничек как-то глазки очень не так выглядят я не знаю и поэтому наверное когда она станет подростками эти реснички ей тоже дам так и можно давайте мы ее обнимем и скажем все очень кому сходи погуляй короче и не сиди дома и не просиживай штанишки здесь и смотри не смотри не садись за компьютер а то затянет как гиря за твою за твои руки и ноги этот компьютер и не оттянешь потом тебя от него поешь лучше пироженьки ну все мамочка обнимает говорит все доченька до встречи приходи когда хочешь ригеть можно я приду чуть попозже это конечно можно ура мама спасибо ты самая лучшая регинка восьмого уровня молодец кстати на каком-то уровне можно играть в кукольный театр что-то такое там раскрывается какие-то новые по моему представления насколько я поняла вот но я кукольный театр еще этот не купила короче для детей этот каталог вот поэтому у меня его пока нет но надеюсь скоро будет так и все мы с мамочкой поговорили разрешение она нам дала но не она нам дала разрешение она нас можно сказать выпроваживает из дома что мы пошли погуляли как меня мама выпроваживала но я никуда не ходила сидел дома и книжки читал но регинка пойдет не пойдет по моим стопам поэтому все поехали ребята я их решила отправить сюда в это красивое место с лабиринтом с водопадами видите тут все так красиво и вы знаете необыкновенная удача в первый раз я вижу этих призраков которые владеют этим домом владели или владеет сейчас тоже давайте представимся им дружеские потому что очень люблю всякие необычные вещи призраков конечно же я не люблю так они почему они кокетливы они видимо кокетничали перед тем как мы сюда пришли они приветствуют нас блин так круто нас приветствует хозяева замка представляете первый раз жизни я встречаю очень здорово и почему них пар они наверное умерли от от какой-то определенный вид смерти у них был что они вот так вот паром дышат да ребята вы знаете об этом и кстати 15 14 14 16 часов 4 часа хотела сказать и сказала 14 поэтому ну почему они как бы не спрятаны сейчас же не вечер не ночь они вообще должны ночью появится мне даже сейчас язык начал заплетаться от того что я удивилась почему так почему мы их видим здесь в такое время суток я не понимаю у тароди кстати очень классная девы девчулька такая вообще замечательная она если я не ошибаюсь это дочка корнелия гюнлер и как его звали вот этого инопланетянина если я не ошибаюсь но она больше на папу похоже если это от корнелии то она на папу еще похоже на корнелию как-то маловато так он у нас куда-то умотал наш хозяин замка а мы сейчас походим посмотрим посмотрите как круто здесь пацаны тут сразу сели играть в шахматы и я заметила что очень мало девочек у нее было вот в выборе детей когда я выбирала всех детей которых я хочу взять с ней вместе в парк ну вот этот замок лабиринт очень мало девочек ну вот одна всего по моему или две одна по моему и основные все мальчики короче регинка у нас вообще друг вовсю дружит с мальчиками видимо с ними находят общий язык и тут тут можно было кстати нажать на эту улиточку и отправить вроде по лабиринту вместе давайте попробуем это действие чтобы все наши детки занялись общением чтобы они все вместе играли а то регинка пришла тут и общается только с утэ и больше ни с кем утэ это ее оригин игра назвала я вот думаю если сейчас игру на русский перевела рождающиеся дети будут называться русскими именами это будет как-то странно я думаю сильвия сильвия скоро перейдет мир иной о нет придет отмечать день рождения неужели только заметила я вообще на нее смотрю и не не замечаю здесь сообщения она станет у нас старенькой велинка ухты второй уровень пакости молодец ну хорошо что или успел установить самоочищение то я думала я уеду и он не успеет так эвелина признают любимым жанром фильмы для всей семьи если эвелина смотрит фильм для всей семьи то скорее всего ей понравится спасибо кристина эмильянов взрослеет до ребенка ухты кто-то там взрослел так совсем скоро фелиция эдисон это от паши моего тобиас взрослеет самуэль джексон взрослеет о станет молодым персонажем ничего себе как много сообщений ребятки у нас взросление ой дэвид нет как жалко дэвид дэвид но жизнь идет чё делать марка взрослеет так мулан это по моему по моему вроде бы все все сообщения почитали заодно регинка молодец спасибо дала такую такую возможность и они по моему никуда не пошли я тут зачиталась с этими сообщениями и вообще не наблюдаю за тем исполняется у нее действие или нет регинка что такое вообще давайте посмотрим так с поверху что мы можем здесь еще сделать тут кстати очень вообще прикольно а здесь можно типа желание загадать что-то монетку бросить нет да ладно значит нельзя вот тут солнечные часы сколько я понимаю да они тут время показывают по ним можно время следить тимовская наверное хотя не знаю функционирует это или нет потому что они поставлены в тень это вообще нелогично так дальше у нас дороги нет и тут у нас где-то дальше тоже дороги нет понятненько давайте мы на вот эту нажмем бродить по лабиринту вместе почему они не идут я не могу понять можете совсем сюда надо прийти наверное да давайте идти сюда идти сюда вместе вот давайте выберем это действие кстати у нас пошел-пошел туманчик это видимо считается что уже вечер настаёт 6 часов скоро через 45 симовских минут очень здорово здесь расцвели не знаю вишни черешни яблоки и прочее красота я дала задание регинке с друзьями здесь попросить по лабиринту всем вместе но почему-то бродит только она одна я не знаю почему может быть все остальные детки вот у ты рядом стоит как бы она должна была вместе с ней пойти я не понимаю очень странно созвать группу слишком далеко чтобы его позвать ага значит пацаны считается тоже что они очень далеко и им видимо не добраться до нашей велинки ой кстати вот этим васа диспенсер распрыскиватели воды я думала они будут добавиться к нам функциональными то есть можно будет их поставить в саду и чтобы они поливали но к сожалению это только считается как бы декор и действует только на растения которые здесь так и так не нужно поливать да к сожалению это так вот в трейлере мне показалось это очень классным что можно было бы поливать садовые растения но к сожалению оказывается это не так где тут наши детки я хочу чтобы они с нами пошли детки у нас играют тут за шахматным столиком так кто тебе нравился дайки хэнкок это у нас кто я не помню таки хэнкок я так давно всех поселяла ребята что я вообще забываю уже кто мне симов дал штефан левис но это сложно всех запомнить очень сложно если мне не записать то это вообще оттас будет я вообще всех не запомню так на втором этаже тоже детей вроде бы нет а вот они вот они круто все мы спустимся сейчас на первый этаж пообщаемся с диланом поговорить об игрушках давай перекращай ходить по лабиринту хватит пообщаемся с детишками своими из которых мы пригласили а то получается что мы пригласили а сами пошли в лабиринт гулять так это у меня от паши да джонатан эдисон из его династии он мне подарил всю семью это очень здорово так и это у нас мануэль джексон а это один из сыновей самуэля если я не ошибаюсь и розалинды вот один из той тройней которая у них родилась после взрослого сына ой феликс его зовут че путаю уже самуэль это по моему старший сын самуэль джексон мануэль джексон короче я не знаю всех их путаю наверное уже давайте с ними пообщаемся ой ригинка наконец-то дошла боже мой как долго тебя надо было дожидаться наверное подумали эти детки поговорить про школу я даже не знаю зачем нам говорить про школу в субботу наверное не надо тем более летом процитирует персонажа из мультика как это выглядит интересно ну-ка ригинка процитируй персонажа из мультика и хочу посмотреть давай это типа единорог да хорошо так сделано фландом мне бы посмотреть а кстати мне стюша настюша говорила написала то есть что можно посмотреть возраст возраст сима гардероб метки меню сима выбрать возраст удалить давайте может быть на детях не действует может быть нужно к взрослому это применить потому что стюша мне написал что можно у сандры посмотреть возраст сколько ей осталось молодой а вот здесь все я поняла тебя значит здесь молодой 0 из 20 она только появилась что ли из у нее первый день из 20 прикольно и давай на тебя посмотрим все командный центр вот а че здесь смотрю я прям не понимаю запутала вас тоже 50 из 57 значит ему 77 чего осталось очередной тупик я не знаю 7 из чего осталось ладно потому что у детей возраст там не знаю сколько дней там тоже 20 по моему если не ошибаюсь ну давайте у ты посмотрим например у нее 67 из 72 так подождите что-то не то что-то я вообще не понимаю 95 из 96 я я что-то совсем я думала 64 из 69 очень странно я думала покажут там опять 0 из 20 там 15 из 20 типа 15 дней прожит опять не осталось до взросления но что-то очень странно я не понимаю что с этим как модом узнать точный возраст получается что он показывает но показывает непонятно точно не угадаешь я так думаю потому что у всех разные какие-то числа я не могу понять как определить сколько им осталось ней именно точно ну ладно значит так нельзя точно узнать возраст у детей наверное только так а у взрослых наверное так все будет четко просить провести время вместе ребят они наверное все уходят потому что уже восемь вечера мои сладкие ребята смотрите какие они миленькие какие вообще хорошенькие да они все уходят потому что уже восемь вечера их все позвала мама домой давайте мы тоже позвоним типа своей маме так отправиться отправить сообщение поболтать его давайте мы позвоним маме скажем мам привет я нагулялась уже 9 вечера ой честно я думала только 6 ну да я скоро приду мам целую пока не волнуйся все хорошо для да я живая тут два призрака хоть но ничего я их не боюсь не 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 бойся вам все хорошо сейчас приду домой не бойся телепортируйте сейчас быстро на самолете симсон такой симс момент знаешь ладно пока до встречи регинка прибыла домой тут папаня с или общаются и вообще папаня же не знает что она уходила поэтому нужно быстро быстро мимо него прошмыгнуть или я такой взглянул на регинку говорит ты быстро быстро короче глазами и в дом показал максимилиан наверное не заметила этого я не знаю вот или я таким образом не стал выдавать свою сестренку что она где-то там ходила так поздно допоздна точнее и максимилиан не будет ругаться хотя он ребят очень добрый папаша и вряд ли будет ругаться саймон стэнфилд какой-то идет красавчик ну франца фердинанда я узнаю с любой стороны бриджит пошла проверять не заметили ли они так в развалинах началась вечеринка не не надо спасибо маму проверять не не заметил ли максимилиан отсутствие регинки чтобы он ее не поругал потому что она сама отпустила как бы и если регинка скажет что мама сама отпустила то как бы папе не поздоровит ой бриджит не поздоровится да вот и мне сказали ребятки многие уже написали я уже по именам не знаю стоит ли упоминать всех что нужно поменять кроватку на подростковую вот и спасибо вам всем большое за эту подсказку потому что я не знала я думала что под детской кроваткой появится этот монстрик тай вот а чё он не появляется под детской я не знаю поэтому я купила другую кроватку и нужно будет что все оказывается спали вот ну наверное это мы уже в следующей серии ребят проверим на эту серию хватит наверное слишком долго не буду затягивать я люблю династию но слишком длинную серию сложно смотреть я думаю так что пожелаю вам всего доброго и до следующих серий династии ребята пока окрестан Ски-бах! О, вилоной!